здравствуйте уважаемые трейдеры инвесторы с вами на связи виталий кухта как всегда у нас по пятницам отмечу по некоторым пятницам у нас программа открытый микрофон на канале market мы на данном открытом микрофоне как я говорил будем говорить обо всем о рынке сделках которые были совершены на на текущей неделе о торговых рекомендациях которых я давал на битве аналитиков напомню кто не смотрит кто не смотрит можете посмотреть достаточно интересно входит в понедельник в среду битва аналитиков между мной и артемом деевым артем с точки зрения фундамента я с точки зрения техники точнее с точки зрения я модельного трейдинга да и анализую анализирую рынок и даю рекомендации также я включаю в рекомендации в среднесрочном формате и долгосрочном это сантимент рынка это социодинамика можете поизучать достаточно интересный момент я на курсах обучения данную информацию даю дальше обсудим сделки не только те которые я давал рекомендации а также сделки моих учеников были некоторые сделки интересные по золоту также дам видение рынка на сегодня и на ближайшее время что я вижу по рынку скажу так сильных каких-то моментов нет на рынке вот все моменты которые были это с прошлой недели когда я давал short евро доллара там покупка индекса доллара short золото да сейчас рынок уже это все отработал потому что были накопления на сегодня есть там некоторые нюансы я о них скажу возможно там ближайшее время реализуется идею в принципе есть там рискованные моменты мы о них обсудим также хотел рассказать вам о новом проекте проект под названием управление активами от моей супруги мария кухта я думаю многие уже видели обзор она в на этой неделе выпустила первый обзор планирует выпустить выпустить второй обзор это по скажем по управлению открыт у нее управляющий счет в компания маркет всем кому интересно я могу подробно рассказать есть ссылка на информацию по инвестированию в данный проект проект называется рам рам управление это аналог пам счета есть там отличие небольшие но сама суть одинаковая да то есть возможно инвестировать деньги управляющие ими управляет и вы зарабатываете до торговый счет уже идет скажем практически две недели до почти две недели доходность неплохая за две недели 16 процентов там плюс-минус поэтому ссылка будет в описании если интересно можем более подробно рассказать сейчас перейдем к рынку еще подчеркну супруга торгует сама у нее свои скажем идеи по рынку они в принципе некоторые идеи сходятся с моими идеями и так далее но скажем вот таком формате дальше напомню в на этой неделе до в понедельник и в среду я советовал присматриваться к шорту по золоту на раньше еще напомню где-то две недели назад я был скажем быком по по золоту где-то вы на этой отметочки я еще сохранял какие-то идеи на лонг на но потом до рынок показал что здесь возможно рисуется шорт я скажем лично не торговал но своим ученикам и на битве аналитиков я говорил что здесь скорее шерты возможно шертить данный инструмент так как потенциал хода есть достаточно хороший в район 1765 мы практически к нему приблизились возможно еще ниже уйдем даже отметки 1765 причина шарта была здесь был хороший импульс в начале января да и было такое очень красивое накопление в этом импульсе до плюс у нас тренд у нас такой за последние полгода у нас нисходящий тренд такой боковичок но с уклоном вниз поэтому здесь была неплохая точка входа мэтт мы отработали здесь несколько раз вот я в понедельник на битве аналитика говорил что здесь стоит присматриваться к шортам потому что мой оппонент артем где он говорил о лангах по золоту я с ним был не согласен и в среду я аналогично подтвердил еще дополнительно что возможно рассматривать шорт по данному активу то есть удерживать черт или кто не шортил здесь более уверенно уже смотрел а шорт на текущий момент по золоту я вижу его вниз да но в каком это формате будет сегодня напомню нонфарм перелос по сша да будут и мы будем падать или с текущих да ну это для меня не торговая рекомендация почему потому что у нас прошел импульс вчера и нам здесь как вариант может уйти через какую-то коррекцию вниз да поэтому здесь будет такая рекомендация кто шортил возможно удерживать среднесрочно вниз вот в таком формате да но золото пока шартовая пока что-то другое не отрисуется я думаю что оно должно обновить вот эти минимумы и возможно вниз уйти более глубоко возможно это уже и исторический разворот по золоту конкретно мы будем за ним наблюдать если будут рисоваться ланговые моменты я буду на следующих обзорах или на следующих битвах обсуждать это ну и давайте посмотрим сделки моих учеников вот одна сделочка прислал мне сегодня денис так сейчас вот картиночка очень у него хорошее расширение вот такого такого качества картинок я еще не получал у него большой монитор и очень красивый и качественно мне скидывать их на почту потому что через мессенджеры сжимается нету такого не видно ничего а вот конкретно через почту все сохраняется ну вот скрин его сделок то что я как раз я говорил вот первая точка входа он отметил то что я говорил понедельник ему принципе я всегда активно переписывать со своими учениками по поводу шортов он шортанул заработал заработал по данному шорту также секундочку итак дальше это первый шорт у него и второй шорт вот я когда в среду аналогично говорил что здесь скорее всего будут продавливать вниз и он принципе согласился со мной то есть было снижение поджимали к уровню и и дальше пробили вниз практически он взял вот эти два движения по данному инструменту плюс это есть еще сделка другого ученика вот я и уже еще вчера публиковал в телеграм-канале фейсбуке он удерживает среднесрочно инструмент находится без убытки уже там часть закрыта если ошибаюсь не писал аналогичный пример то есть вот в таком формате то есть что это касается золота дальше перейдем к другим идеям по рынку евро доллар на еврик по евро доллару не помню еще с прошлой неделе я говорил здесь до шорты по данному активу на текущей неделе понедельник и среда я говорил оша только о шортах по данному инструменту до шорты все прекрасно отработались мои подписчики удерживают еще часть шорта по евро доллару мы уже там половина зафиксировали стопы снизили да и что мы видим на текущий момент пока ситуация шортовая на то есть евро доллар смотрится вниз он будет падать или с текущих дальше или как вариант через коррекцию сейчас я торговых рекомендаций не даю потому что у нас нету накопления да если у нас чтобы торговать вот смотрите просто пример вот когда у нас прошел в начале января импульс у нас было накопление коррекции да потом снова импульс накопление да и мы после каждого накопления я давал какие-то рекомендации сейчас у нас есть импульс и у нас нету ничего да мы или будем падать или пойдем на коррекцию на альтернатива по евро доллару это будет вот такой момент если мы перекроем вот вчерашний медвежий бар то есть сегодня там на нонфармах или уже на следующей неделе так как-то рынок уйдет вот сюда мы сломаем вот этот нисходящий локальный тренд то в таком случае можно будет говорить о покупках евро доллара среднесрочных с возможным перехаем да или там уже будем по факту смотреть я не буду загадывать там наперед конкретно уже будем смотреть да вот это был бы для меня основной сценарий покупать сейчас евро возможно ли у нас есть здесь уровень поддержки исторический это не мой стиль торговли скажем это достаточно рискованный возможно ли он да вот вот у нас сильный уровень поддержки 19 60 это зеркальный уровень но мы к нему очень сильно подошли поэтому я пока буду вне рынка ну скажем не буду каких-то торговых рекомендаций давать будем наблюдать за данным активом нужно ему как-то отдышаться и так далее дальше что касается других инструментов доллар иена до доллар иена очень интересно отработал я напомню еще с я говорил что еще несколько недель назад что по всем инструментам я вижу рост доллара да он в принципе произошел по некоторым очень хорошо по некоторым пока только локально до доллар иена дело хорошее накопление прошлом месяце и хорошо выросло да мы ее покупали своим подписчикам давал покупку но скажем мы рано вышли там были причины по рынку поэтому все это движение не забрали только его часть но скажем и и на то хорошо на текущий момент аналогично как евро доллар чтобы говорить о шортах нам нужно хорошо сегодня снизится до пробить вот вчерашний вот этот бар на сделать импульс аналогично как евро доллара зеркальная картинка пока ее не трогаем дальше ну и индекс доллара аналогично евро доллару здесь в принципе один в один мы пока нахуй находимся восходящем тренде шартов я пока не вижу аналогично здесь для шарта нам нужно уйти ниже уровня 90 90 и и желательно еще ниже чтобы сказать что здесь будут присутствовать черт из текущих шарки да ну я как-то не берусь почему потому что это ловля ловля хая это достаточно сложный момент он возможный но я бы его не советовал да потому что я знаю есть многие трейдеры которые торгуют там верят в то что будет рост доллара да то есть снижение индекса доллара это это рынок все возможно я буду пока торговать то что по факту рынок показывает пока у меня идет по евро доллару по индексу доллару укрепление доллара да если картинка будет меняться мы будем об этом говорить дальше золото евро индекс доллара сказали дальше можно еще сказать о канадском долларе да вот этот актив тоже интересный на ближайшее время вот я уже буду говорить о нем конкретно с понедельника вот на битве аналитиков посмотрим как сегодня дневка закроется если мы сегодня улетим сильно вниз на таком случае здесь скорее всего будут шарты да если мы сценарий удержим вот этот локальный тренд вот 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 это на и закроемся скажем с таким поджатием то я думаю что в таком случае этого я уже увижу понедельник мы будем говорить о сильных ланга да пока у нас формируется откатная дневка то есть мои ученики понимают что такое я уже их скажем кто интересовался их уже предупредил по поводу данного актива лонг возможен секущих но достаточно такой сложный так как девка может по-другому закрыться лучше подождать откатной девки дальше но с риски доллар до фунт так ну давайте новозеландский доллар поговорим еще о нем по данному активу я давал в среду рекомендацию в short также давал своим подписчикам short локально мы отработали данные все где-то в этом диапазоне давал short в среду мы локально отработали вторая цель которую ожидаю это 71 да и возможно ниже на разворот тренда это те цели которые я бы хотел до по данному активу ситуация может измениться аналогично как по всем активам евро там индекс доллара если мы сегодня на нон фармах улетаем доллар будет терять силу вот таком случае я уже буду переворачиваться с быка по индексу доллара в медведя до или вне рынка то есть вот такие у меня есть позиции то есть есть на рынке лонг short и вне рынка то есть вне рынка напомню это достаточно сильная позиция вне рынка нужно находиться достаточно большое время чтобы скажем не влазить все что попало поэтому пока по данному активу кто шортил в среду я сохраняю short можно часть закрыть и дальше удерживать черты без убытки да мы уже давно сидим без убытки по данному активу пока тенденция сохраняется в short дальше фунт доллар вот фунт доллар такой достаточно интересный инструмент формате вот если я уже говорил об этом среду единственный инструмент который от евро доллар там уже ушло достаточно но доллар франк индекс доллара доллар иена красота на австралийский доллар мы его шортили кстати на прошлой неделе достаточно успешно 150 пунктов забрали новозеландский доллар еще более-менее там канадский доллар а вот фунт доллар он тоже падал но в пунктах это неплохо вот я с ребятами еще на прошлой неделе у меня была достаточно такая длинная дискуссия с многими учениками которые здесь сомневались они такие покупки покупки рассматривали я говорил что здесь скорее будет short short отработался но short только локально то есть мы ушли там около 100 150 пунктов это в принципе нормально да неплохое движение и по сравнению там с другими активами да там новозеландский доллар там 50 пунктов упал там кто-то больше то 100 кто-то 200 там евро доллар да от фунт пока нет частично идея в шорта реализовалась но я здесь ожидаю сильного снижения по данному киеву да у нас напомню присутствует дивергенция на дневках и я ожидаю здесь разворота тренда и он будет или с текущих а вот вот сегодня с текущих или еще с каким-то перехаем это как вариант у нас есть ключевой уровень в районе там 3750 плюс минус мы его еще можем протестировать ложным пробоем да там будет это ложный пробой одним баром два бара или сложный ложный это время покажет пока на текущий момент шорт возможен но достаточно рискованный мы можем сегодня чуть-чуть вчера неправильно закрылись под конец дня прям потому что я где-то 9 8 9 вечера смотрел рынок одну думал вот если мы сегодня там закроемся медвежьим баром то все я думаю что мы дальше по идее будем падать может еще как вариант это второй вариант сегодня подрасти подрастем закроемся ниже вот так так в таком случае шорт сохраняется желательно подождать до понедельника как закроется дневка чтобы уверенно сказать что будет да вот как я говорил в самом начале нашего обзора есть по некоторым рынкам то есть нужно наблюдать так как уже многие многие инструменты реализовались тот же евро доллар которым я говорил он себя реализовала сейчас вне рынка то же самое большинство активов дальше нефть по нефти интересно сильный тренд до сильный тренд что на этом тренде присутствует только покупатель но есть один момент это не совет в шор да потому что это сугубо диверегенция это рискованный момент так как у нас сильный тренд нам нужно подождать сильного импульса вниз по нефти будет этот импульс сегодня с понедельника на коррекциях можно будет рассматривать шорты еще нужно смотреть там какой импульс пройдет какая коррекция да и таком случае можно сказать будет о том что на мы рассматриваем short ну давайте я нарисую картинку вот так если мы сегодня делаем там или уже на следующей неделе такой сильный импульс вниз там коррекция какая-то да в таком случае мы говорим о шортах достаточно сильно если этого нету стекущих шортить просто по дивергенции это рискованная я скажем от такой практики стараюсь уходить иногда можно взять но очень маленьким скажем объемом у нас плюс как на дневках дивергенция есть так и на часовиках поэтому обвал может произойти в любой момент или слом дивергенции так далее поэтому это очень слабые сигналы я использую своей скажем торговлю в основном это чтобы совпадала модель плюс дивергенции да и по возможности просто дивергенцию торговать возможно но это очень очень рискованно особенно рискованно как это торгуешь контр тренд возможно торговать коррекционный тренд допустим он допустим в таком формате давайте нарисую было понятно вот если у нас идет тренд да и пошла коррекция если на этой коррекции вот нарисовалась дивергенция да то ее можно купить потому что мы торгуем в сторону глобального тренда да или там ну не глобального среднесрочного и так далее то такую дивергенцию даже можно без подтверждения торговать а без импульса можно рисковать а вот когда ты торгуешь вот у нас идет такой сильный тренд и просто дивергенцию то это очень очень рискованно потому что эта дивергенция может затянуться еще выше на 100 200 300 пунктов а может ее в конечном итоге и сломать да на сильных бычьих рынках это в принципе очень просто все поэтому к нефти присматривается она достаточно возможно будет интересное ближайшее время дальше что интересного фондовый рынок фондовый рынок его мы можем совместить с индексом страха напомню индекс страха отлично отработался кто смотрел кто торгует данный актив я своим подписчикам давал рекомендации о покупке еще прошлом месяце вот был очень хороший паттерн да вот здесь он реформировался я о нем уже говорил что с этого накопления будет выстрел и этот выстрел был просто великолепный мы сделали все уровни да я думал еще мы там глобально пойдем ну это пока только первая ласточка была мы практически взяли там большое движение там основную часть закрыли там часть вышла по безубытку скинули обратно то есть риски ушли с рынка как мы видим s&p 500 показывает новый хай и сейчас пока по индексу страха я буду ждать какого-то нового паттерна чтобы понимать что дальше будет происходить на рынке пока индекс страха для меня вне рынка мы свой паттерн отработали он формировался практически два месяца да и что мы по s&p можем сказать здесь как напомню присутствует дивергенция мы ее уже несколько раз локально отрабатывали но глобального движения нету вот напомню еще с декабря назывался ключевой уровень на тот момент который был ложный пробой мы его отрабатывали вот здесь локально отпадали откупили да то есть локально можно было заработать глобально по безубытку прошлый месяц получается январь да тоже был ключевой уровень здесь я советовал своим ученикам шаркить данный инструмент он ушел локально ушел дальше снова по безубытку да то есть не идет сейчас у нас новый ключевой уровень это хай января то есть вот этот уровень за ним нужно будет наблюдать если здесь будет рисоваться мы пока вчера закрылись выше смотрится все в лонг по данному активу вот если будет рисоваться ложный пробой то есть будем заходить под уровень в таком случае можно будет говорить о шортах пока этих моментов нету я за данным активом наблюдаю скажем вот почему я использую часто викс торговли сэнпи в принципе мне за последние там несколько месяцев он не приносил там какую-то краткосрочную прибыль все основное по безубытку липо стоп по стопам да пока нету этого движения вниз а а вот викс индекс страха там были модели хорошие они отрабатывались по индексу сэнпи пока их нету так в принципе по всем активам я прошелся таким основным поэтому на этом будем заканчивать если у кого-то будут какие-то вопросы пишите в комментариях с понедельника среды если будут более интересные моменты на рынке мы их рассмотрим также напомню что вы можете на сайте кухта капитал ссылка будет в описании также комментарии скину информация по обучению по инвестированию да вы можете ознакомиться по торговым сигналам мы их можем обсудить и вы можете подписаться или записаться на обучение да поэтому до следующей недели всем позитивной пятницы хороших выходных и встретимся в понедельник пока